Как и обещала рецепт печеньев, 150 грамм масла комнатной температуры, вот чтобы прям мягкое было, 3 желтка и 150 грамм сахарной пудры. Эту массу мы либо размешиваем, либо взбиваем миксером до такой гладкой текстуры, добавляем капельку ванили. У меня здесь 200 грамм обычной муки и 110 рисовой. Можно делать просто из обычной муки, просто 300 грамм обычной муки, но с рисовой вкуснее. Все это сюда и перемешиваем. Перемешала все ингредиенты, получилось вот такое вот тесто. Я беру, делаю шарик, кладу его и вот такой печатью придавливаю. Вот такой шарик я скатала, вложила его, беру печать. Удобно одной снимать, а вот так тщет. Короче, сейчас освобожу одну руку. И вот я делаю такие печеньки. Сейчас хочу поменять на печати и попробовать другие сделать. Томпик купила сегодня, но на самом деле есть разные, круглые. Что-то мне не понравилось, как остальные смотрятся. Вот лав прикольно смотрится. Кстати, сюда можно вот так еще миндальчик. И можно еще смазать желтком и посыпать сахаром. В общем, такие простые вкусные печеньки. Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим их на 15 минут. Так, 15 минут прошло, печенье готово. Хорошо видно сердечко, надпись слов не очень. В общем-то, для того, чтобы вам их испечь, вам не обязательно такие штампы. Вы можете катать шарик, приплюснуть, положить орешек. Можно... Отдайте волю, фантазию. И мне кажется, такие печенья классно пить с детьми. Потому что тесто как пластилин. В общем, такое будет интересное совместное времяпрепровождение. Потом все вместе попьете с ними чай.